Здравствуйте! В эфире программа «По существу» с вами Татьяна Трофимова. В Чувашии утвержден проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков на территории республики. Сама оценка проводилась в течение 2019 года. Процедуру прошли 484 тысячи земельных участков. Кадастровую оценку провело бюджетное учреждение «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии. Сегодня у нас в гостях его директор Алексей Валерьевич Вязов. Здравствуйте, Алексей Валерьевич! Доброго дня! Скажите, пожалуйста, как проводилась кадастровая оценка земельных участков, населенных пунктов и какие результаты? Если сравнивать с предыдущим туром оценки, который проходил в 2013 году, у нас увеличение количества земельных участков практически на 14 тысяч участков произошло. Как проходила оценка? У нас значительно изменилось законодательство в этом плане. То есть оно совершенно новое. Первое изменение, которое в качестве оценки можно отметить, это изменение, то есть принятие нового федерального закона о государственной кадастровой оценке, который вообще изменил всю структуру и порядок государственной оценки. Была принята новая методика проведения государственной кадастровой оценки. Если ранее государственная кадастровая оценка проводилась по другому федеральному закону об оценочной деятельности в Российской Федерации, и эту оценку проводили непосредственно независимые оценщики, и в большинстве случаев данные независимые оценщики путем аукционов, торгов выигрывали эти аукционы, и в основной массе это были представители других субъектов нашей Российской Федерации, которые не знают тех особенностей рынка недвижимости, особенностей формирования тех же земельных участков. Что касается изменений в федеральный закон, то на сегодняшний день эти функции переданы государственным бюджетным учреждениям по всей Российской Федерации. Чувашская Республика одна из первых по Российской Федерации создала и организовала и внедрила этот порядок. Был создан в 2016 году наше бюджетное учреждение Чувашская инвентаризация, подведомственное учреждение Министерства юстиции Чувашской Республики, которое и проводило эту оценку. И оценку уже по этим новым правилам проводили оценщики, которые работают в нашем бюджетном учреждении. Объем работы, который осуществлялся при подготовке, то есть весь прошлый год, в 2018 году, то есть если оценка проходила в этом году, то подготовительные работы проходили в течение всего периода прошлого года. Мы изучали рыночную стоимость, мы запрашивали у государственных органов и органов местного управления дополнительные сведения из Росреестра, управления Росреестра по Чувашской Республике, у пользователей, у правообладателей земельных участков. Кроме того, были использованы судебные оспаривания предыдущего тура оценки. Много таких было случаев судебного оспаривания? Такие случаи имели место быть, то есть много-немного, но они на сегодняшний день имеют место, и они в обязательном порядке должны быть учтены в ходе проведения кадастровой оценки, что мы на сегодняшний день и сделали. Если говорить об итогах кадастровой оценки по этому году, то в сравнении с предыдущим отчетом, то есть 2013 года, у нас идет увеличение на 11% кадастровой стоимости в целом по Чувашской Республике. Но это не говорит о том, что во всех районах Чувашской Республики выросла эта кадастровая стоимость. Есть районы, у которых подросла кадастровая стоимость, и есть районы, у которых есть значительное снижение кадастровой стоимости земель. И по этой оценке производилась именно по новой методике. Что касается самого расчета, наверное, забегая вперед немножечко, то вот этот, то есть про отчет, который мы с вами сегодня разговариваем, мы его сформировали и передали в Росреестр. Где люди могут ознакомиться с этим отчетом? Где посмотреть? Особенно пожилым людям. Ну, давайте начнем с того, что 19 августа на сайте Росрееста в фонде данной государственной кадастровой оценки размещен отчет нашего бюджетного учреждения. Кроме того, проект этого отчета размещен на нашем официальном сайте в разделе кадастровая оценка.чухти.ру. Хочу обратить внимание всех правообладателей земельных участков, что с 19 августа по 7 октября 2019 года, то есть в течение 50 дней, любыми заинтересованными лицами могут быть поданы замечания по проекту отчета о кадастровой оценке. Правообладатели земельных участков в целях определения предварительного размера земельного налога могут также воспользоваться налоговым калькулятором, который мы также разместили на нашем же сайте, чтобы посмотреть, какие изменения у них произойдут именно к 2020 году. Для чего нужна кадастровая оценка? Кадастровая оценка у нас производится... Для любых сделок с недвижимостью? Не только, то есть это для налогообложения. И для налогообложения, да. В первую очередь для налогообложения, то есть с 2020 года по этой кадастровой стоимости будет исчисляться налог на имущество, то есть именно налог на землю в данном случае. Кроме того, правильно вы говорите, что это все сделки с недвижимостью, купли-продажи и аренда на основании этой кадастровой оценки. Что хочу сказать именно по ошибкам, обратить внимание. Если собственник найдет ошибку непосредственно в нашем отчете, в первую очередь он должен составить замечания по проекту отчета. Требования к замечаниям тоже изложены в 237-м федеральном законе и строго прописаны. Если они не будут соответствовать, то есть замечания не будут соответствовать статье 14 данного определенным требованиям, то они не будут рассматриваться. Обязательно в порядке должны быть фамилии, имя, отчество, юридический адрес, если это юрлицо. Кроме того, должны быть контактные данные, телефоны. Также обязательно это кадастровый номер земельного участка и адрес земельного участка. Кроме того, могут быть приложены какие-то подтверждающие документы, что действительно есть такая ошибка, прикладываются документы, которые мы тоже принимаем и рассматриваем. Что касается поступивших замечаний, то каждые пять дней наше бюджетное учреждение будет размещать и размещает на сайте результаты каждого рассмотрения. То есть приняты эти замечания, изменена кадастровая стоимость или не приняты. И если они не принимаются, то будут расписаны основания, почему не приняты данные замечания. Уже сейчас идет эта работа. Эти результаты появятся не только после 7 октября, а уже по мере поступления замечаний вы их уже обрабатываете. Именно так. Каждый правообладатель земельного участка должен проанализировать, зайдя на наш сайт, найдя свой земельный участок. Состояние его оценки. Да. То есть изменилось, не изменилось, и есть ли ошибка. Есть ли ошибка. Как человек может это понять? По предыдущим оценкам, по документам или как? Вот это должно происходить. Надо начать в обязательном порядке. Мы говорим про налоговый калькулятор. Рассчитать. Изменилось, увеличилось или уменьшилось. В случае, если, скажем так, открывая отчет, можно увидеть критерии оценки, каким образом. Может, мы не учли какие-то факторы. Может, фактическое использование совершенно другое. То есть основным критерием сейчас стало еще и фактическое использование земельного участка, помимо назначения самого земельного участка. Если они видят, что... Вот это фактическое использование, это местные органы самоуправления, да, еще должны? Да, конечно. Местная администрация должна утвердить этот документ. Правильно вы говорите. Замечание, Алексей Валерьевич, можно оставить в интернете, на вашем сайте, да, получается? Можно отправить на наш официальный адрес, на электронную почту, можно через многофункциональные центры, можно прийти лично к нам. Вот особенно людей в возрасте, пожилых людей, да, касается, кто не владеет интернетом, если не у всех есть там дети, они могут взять свои документы и напрямую обратиться в Чуваштехинвентаризацию? Да, мы располагаемся по адресу, переулок Бабушкин, дом 8, всегда рады всех видеть и рассмотреть те замечания, которые у них имеются. Кроме того, хочу отметить, что мы начинаем такой, скажем, программу по встрече с населением, встрече с правообладателями земельных участков и начинаем выезжать в каждый район нашей республики. В ходе встреч мы будем разъяснять порядок оценки, рассказывать, как проводилась оценка, какие результаты эти оценки. Также в ходе этих же выездов мы можем принимать эти замечания. Поэтому, уважаемые правообладатели земельных участков, зайдите на наш сайт, посмотрите в первую очередь отчет, и после этого мы разместим график выездов наших сотрудников по городам и районам Чувашской республики. Вы можете подойти к нашим специалистам уже с конкретными вопросами, у них на руках будет сам отчет, сама база, порядок расчетов и задать все интересующие вопросы по данному направлению. Алексей Валерьевич, получается окончательные итоги кадастровой оценки в Чувашской республике земельных участков, они будут готовы к какому месяцу уже? По итогам рассмотрения предварительных замечаний, вот в течение вот этих 5-10 дней, бюджетное учреждение наше Чувашской инвентаризации в течение 10 дней внесет изменения в проект отчета. Это, соответственно, до 17 октября мы произведем. Далее, в течение 10 дней, до 28 октября, учреждение составит отчет, содержащий информацию о замечаниях, промежуточном отчету, о итогах их рассмотрения, если будут отказы, то есть отказы, обоснования этих отказов. И весь этот отчет будет направлен в Росреестр, в город Москва, соответственно, для формирования итогового отчета. Уважаемые телезрители, обратите еще раз, пожалуйста, внимание до 7 октября. Чем раньше, тем лучше. Посмотрите либо в интернете, либо придите в Чуваштехинвентаризацию, там специалисты вам помогут. Посмотрите кадастровую оценку своего земельного участка. Это очень важно, если вдруг вы надумаете его продавать. Это очень важно при налогообложении. В 2020 году налоги уже будут приходить на земельный участок по проекту, по итогам уже новой оценки. Поэтому не поленитесь, зайдите, посмотрите, если у вас есть замечания, внесите их. А мы желаем вам всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!